Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на библейском портале «Экзегет» вместе с вами постараемся рассмотреть одно из сложных мест Священного Писания. Сложно в каком смысле? Многие пытаются самостоятельно толковать эти выдержки из Послания Святого Апостола Павла и Соборного Послания Святого Апостола Петра, и это может приводить к очень неправильным, неправославным выводам. Второе послание к фессалоникийцам Святого Апостола Павла, 2 глава. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к вам не спешить колебаться умом или смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от Послания, как бы нами посланного. Как будто уже наступает День Христов. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не приидет, да коли не приидет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что и в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Вы сами понимаете, дорогие друзья, все, кто верующие люди, кто старается регулярно читать Священное Писание, что вот эти места из послания святого апостола Павла, где сказано о грядущих судьбах мира, можно сказать, об апокалиптических временах, всегда, во все времена, было в центре внимания верующих людей. И вот обратите внимание, святой апостол Павел говорит «не спешить колебаться умом, якобы от слова, якобы нами посланного». Смотрите, возлюбленные, юная церковь Христова еще только совершает свои шаги на земле, а уже тогда люди колеблются различными представлениями. Проходит всего лишь несколько лет, и уже святой апостол Петр в своем заборном послании обращает внимание вот на что. Что сначала вроде бы такие эсхатологические напряженные ожидания, и вот спустя несколько лет следующее мы читаем у святого апостола Петра. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». То есть, обратите внимание, несколько лет прошло, и вроде бы вот эти напряженные эсхатологические ожидания сменились уже как в недоверие промыслу Божию и Слову Божественного Откровения. Уже люди задают вопрос, а где, когда же все это будет исполняться? И святой апостол Петр говорит, «Думающие так, не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, поэтому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой. А нынешние небеса и земля, содержимы тем же Словом, сберегается огну на день суда и погибели нечестивых человеком». В этих словах апостол Петр напоминает тем, кто будет читать его послание о том, что первый мир за грехопадение, за отступление от Бога, за углубление нечестия был погублен Богом водою во дни потопа, а этот мир сберегается огню Деннадцатого Рашного Суда. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». И вот, пожалуй, главные слова, слова утешения и одновременно напоминания. Апостол Петр пишет, «Не медлит Господь исполнением обетования». То есть Господь не медлит, Господь ничего не забыл. Как некоторые почитают о медлении, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к познанию истины, к покаянию. «Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса с шумом прийдут, стихии же, разгоревшись, разрушится, земля и все дела на ней сгорят. И если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Задумайтесь, дорогие друзья, над этими словами святого апостола. Он говорит, что Господь долго терпит нас, но день Господень придет, как тать ночью. И поэтому призывает, каким нужно быть нам, каким надо быть в благочестии, в вере, в уповании, в любви. То есть нам надо духовно быть готовыми, потому что мы ожидаем по Его обетованию пришествия новой земли и нового неба. И так возлюбленные, пишет святой апостол Петр, ожидая сего, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпения Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам. И вот здесь святой апостол Петр как бы отсылает своих читателей его послания к посланиям святого апостола Павла. И вот оба первоверховных апостола говорят в едином ключе, что день Господень придет, перед этим будет отступление, но не колебайтесь духом от какого-то слова или послания. То есть главное обращайте внимание на то, чтобы нам самим, ожидая Его, быть неоскверненными и непорочными в этом мире. Призывают нас святые апостолы, и апостол Петр, и апостол Павел, не к каким-то вот страхам, к опасениям, к псевдоапокалиптическим настроениям, когда руки опускаются, не работать, люди не хотят ни семьи, не создавать, не строить, не сеять, не пахать и так далее, а просто жить в ожидании какого-то страха, а заботиться о том, чтобы нам быть неоскверненными и непорочными в мире. И заканчивает свое вот это послание апостол Петр такими словами. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, то есть вы предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников, не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати, в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему же слава ныне и в день вечный. Аминь. Вот главный, можно сказать, лейтмотив послания, что какие-либо слухи, информация о приближающемся дне Господне, или вообще какие-то апокалиптические страхи, они не должны православно верующего человека вводить в состояние уныния, страха, безотчетной тоски. А наоборот, надо бодрствовать и, не увлекаясь заблуждением беззаконников, возрастать в благодати и познании Господа. И хотелось бы зачитать вам, дорогие друзья, из уже неоднократно упоминаемых в наших встречах миссионерских писем святителя Николая Сербского, мудрое письмо этого выдающегося архипастыря, адресату своего письма, как раз о том, как относиться к книге «Апокалипсис» апостола Иоанна Богослова. Я думаю, дорогие друзья, вам всем будет это интересно и актуально. Письмо 114. Что-то вы немного испугались. Вы читали откровения апостола Иоанна, и вас охватил страх. Вам кажется, что все описанные там ужасы относятся именно к нашему времени. Кто-то истолковал вам, что все эти грозные змеи и звери уже пришли в мир. Багряный змей в виде социализма, черный зверь с десятью рогами в виде ересей. И все эти чудища объявили войну против христианства. Даже если и так, братья мои, даже если в наше время ад поднял свое войско против Христа, истинные христиане должны без страха смотреть вперед с крепкой верой и упованием на единого непобедимого. Не предсказал ли Господь своим наследникам, когда их была малая горстка среди огромной Римской империи? Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих. И эти пророческие слова осуществились. Наследники Христовы победили римское государство и многие другие земные царства, стяжав к этому и самое главное царство – небесное. Думаю, что Апокалипсис – книга, имеющая пророческое значение для всех поколений христиан до последних времен. Поэтому каждое поколение применяет ее смысл к своему времени. Ибо во все времена против веры Христовой поднимался свой змей. Облаченный в броню всех безбожных земных орудий, змей этот вздымался, нависал, шипел, изрегал яд, но в конце концов лопался и рассыпался в прах. И всегда всемогущий Христос выходил победителем всех апокалиптических чудовищ. Так было во все века. Так будет и в последний век перед Судом Божиим. Внимательно прочтите, что говорит апокалиптический провидец. Все звери и змеи, все лжецы восстанут на Агнца, и Агнец победит их. Ибо Агнец – царь царей и господин господ. Что еще хотите вы, кроме этого залога победы Христа? Ибо Христос – тот Агнец. В земных войнах за имение, власть, никогда наперед неизвестно, кто станет победителем. И все же многие войны обоих воюющих сторон сражаются храбро и с надеждой. А мы ведем духовную брань, в которой заранее самим Богом обещана победа, предсказана и подтверждена многими и многими прежними победами непобедимого Христа над всеми апостолами лжи и адептами мрака. «Последний ли ныне век?» – задает вопрос святитель Николай. «Кому это ведомо?» «Ибо он сказал, день и час тот никогда никто не знает ни ангелы небесные, кроме Отца Моего». Евангелие от Матфея, 24 глава, 36 стих. «Последняя ли эта брань против Христа?» «Даже если и последняя?» «Если и последняя, именно поэтому возрадуемся и возвеселимся. И пусть эта последняя брань будет самой жестокой, но венцы славы будут самыми светлыми. Последняя брань будет означать последнюю и окончательную великую победу». «Кто из христиан не желал бы всем сердцем стать участником этой победы из побед?» «Не бойтесь же», – обращается святитель Николай к адресату своего письма. «Победа веры Христовой обещана тверже, чем основание Вселенной. Он по своей воле откладывает последнюю победу, может быть, для того, чтобы как можно больше людей на небесе и на земле могли видеть ее и как можно больше сердец могли радоваться ей». Вот такое ободряющее, мудрое, глубокое и в русле священного писания письмо святителя Николая Сербского я вам сейчас зачитал. И все-таки закончить нашу сегодняшнюю беседу хотелось бы словами. Опять-таки из священного писания. Господь говорит своим апостолам, «Когда увидите все то сбывающимся, восклоните головы ваши, ибо приближается избавление ваше». Всем вам мира, терпения и упования на Господа. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok